Вам помочь, им нужно работать проблемы, и тоже бы хорошо ему время уделить. И огород заброшен, и чё я так пашу много, ну чё я как нормальчик в отпуск не могу на месте уйти. И у нас наступает очень интересный период, который называется разочарование. Он очень сложный. Почему? А в нем нет энергии. В страхе есть, в ошибке есть, в неуверенности. А вот в этом начале говорят, ну вроде же как-то идет же все. И вот знаете, у всех уже прошел день, а ты открыл глаза и сказал, кажется, вторник, солнце зашло. И вроде же я что-то делала уже, что-то достигнуто. Это очень сложный этап. В бизнесе он очень тяжелый. Очень часто многие предприниматели ломаются на этом этапе. Причем ломаются не так, что хруст стоит. Никакого хруста не стоит. Есть прекрасное кино, оно называется «Меланхолия». Там медленно, медленно, как в паутине, что-то движется. Мы в чем-то завязываем, мы какие-то проверяем счета. Вроде бы на работу ходим и что-то делаем. Даже с клиентами общаемся, но понимаем, мы завязываем. То ли вот эта звезда, которая нам путь освещала, тучи ее скрыли. Нету драйва, нету энергии, нету запала. И мы все себе говорим, ну мы сейчас немножечко, может, только сделали. Мы столько всего преодолели. Мы сейчас чуть-чуть передохнем и рваем дальше. Потому что мы вообще так примерно на тройке с плюсом. На тройке с плюсом никого не устраивает. Хочется пятерки. Но уже как-то не штырит. И ты уже вперед бежать не хочется. И уже себе придумаешь какие-то оправдания. Очень сложный этап. И вы знаете, этот этап действительно сложно пройти. Потому что в этом этапе очень слабая мотивация и очень малая энергия. И в нем можно просидеть, вы знаете, можно и всю жизнь. Я видела уже часто людей, которые годами в нем сидят. И все себе обещают, что они сейчас чуть-чуть передохнут. И дальше двинутся, что вроде же что-то они делают. И здесь вот самый главный принцип этого этапа. Это искусство маленьких шагов. Делать каждый день. Да, может быть нужно отдохнуть. Да, бывает низкий гемоглобин. Бывает скотившийся на тройке ребенок. Бывают проблемы со здоровьем у нас или у кого-то, кого мы очень любим. Но вы должны сказать, я даю себе на это месяц два. Хорошо, три. Три месяца. Я делаю все, что я могу, чтобы наладить факты, свои дела и решить все нерешенные вопросы. Но потом я начинаю двигаться. И у меня есть такой очень интересный принцип. У меня в самой... Вот я многого хочу достигнуть. У меня есть так называемые критерии хорошо прожитого дня. У меня есть цель, в которой я иду, многие из них долгосрочные. И вероятность завязанности высока. Потому что цель она где-то там. И вроде я как-то уже вот тут стою, неплохо выгляжу, что-то достигну. Но вообще туда хочется. И вот чтобы не завязанность, у меня есть такие критерии хорошо прожитого дня. Если ты хочешь вот этого, ты каждый день должна что-то делать, чтобы туда двигаться. Вот у меня есть девять целей на вторую половину жизни. Я хорошо понимаю, что цели это там. А сегодня? Я сегодня туда шла или нет? И у меня есть представительство... Но это многовато. У меня есть 34 пункта, по которым я каждый вечер занимаю две минуты. Оцениваю прошлый день. Например, я хочу быть хорошим писателем. Ты сегодня писала? Нет? Ты сегодня не писатель. Ты не писатель сегодня. Ты сегодня не писала. Хорошо, ты живешь на две страны. Ты сегодня французский учила? У тебя как сегодня французский? Не учила? Мне нужно хорошо знать французский. Или ты мамой хорошей хочешь быть, а ты сегодня общалась с младшим сыном, а со старшей дочкой. Не на уровне привет, как дела, поскольку помоешь. Это не общение. А про то. Что тебя сейчас волнует? О чем ты мечтаешь? Что ты хочешь? Чего ты боишься? Вот так ты общалась? Да, пусть это по телефону, пусть это недолго. Это не требует полутора часов. Вы знаете, есть хорошая новость. Маманя, которая сидит дома с единственным ребенком ради него, проводит с ним 17 минут в день. Но остальное они проводят с телефоном, с кастрюмичем. Но вот с ребенком, в честь ребенка ради ребенка, все 17 минут, это достаточно. Да, это хорошая новость. Женщина отличная. Она меня очень выручала. Потому что я понимала, что у меня часто нету дома, что дети растут. Но если я понимаю, про что живет мой ребенок, да, они часто и в школе скатывались. Но я понимала, что дело не в том, чтобы они скатывались, а не скатывались в школе. А в том, что каждый мой ребенок с утра просыпался в жизни полную смысла и радости. И я ради этого шла на многое зачастую. Например, моя младшая дочка, у меня все дети в МГУ учатся, она на сих факт учится. Она сама это выбрала, я очень удивилась ее выбору, честно говоря. Но у нее есть две страсти. И я очень внимательна к интересам своих детей. Эти страсти странные для красивой девочки. Такие, футбол и охота. Да, она центральная нападающая сборная МГУ. У нее силы удара по мячу 200 км в час правой и левой. Но ей это нравится. Это не значит, что я очень любую женщину-футболисту, как я это мало понимаю. Но я понимала, что моей девочке это очень нравится. И я понимала, да, три операции на христообразной связке у нас позади. Но она, блин, на эту тренировку бежит впереди собственного визга. Но это не все. Она всю жизнь была вот этой девочкой с варежкой. Мама, купи мне собаку. Но она получила собаку охотничью. Ты получила охотничью собаку, говорю я ей. Очень хорошо. С ней надо водиться. С ней нужно гулять. С ней нужно заниматься. Ее нужно порвить. Ее нужно лечить, если она заболела. Ты хотел собаку? Да, вот тебе собака. Вместе с ответственностью за эту собаку. И она стала ей заниматься. Она говорит, я хочу вторую собаку. Я говорю, хорошо. Вон тебе вторая собака. Но это очень сложно. И если ты выбрала двух собак, ну ты будешь в этом лучшей. Да, она стала лучшей охотницей России в прошлом году. У нас вот эти дипломы. По кабану, по барсуку, по медведю, по птице, по лисе. Я не знаю, в каком месте буду приложить диплом по барсуку, чтобы не было хорошо. Но тем не менее, как только свободное время, холод не холод, она в этих полях с ружьем. На кого-то охотят. Она мою мать просто ввела в ужас. Я родилась сама в Самаре. И родители моей жены в Самаре. Очень любят безумно эти места. И у меня мама очень любит мою младшую дочку. И когда у меня моя дочка летом приехала к маме с папой, она попала, если бы не в квартиру могу открыть дверь и сказала, бабушка, у вас в Самаре такие дешевые патроны. Моя мама мне чуть голову не отрывала. Я говорю, ты что делаешь? Ты кого растишь? Потому что это было главное ее открытие. Езди, у вас в Самаре дешевые патроны. Но есть плюсы, потому что старшая дочка, она такая, ну, Лимон, вот. Я говорю, я хочу шов. Я говорю, беру людей, покупай шов. Я тут при чем? Она взяла кредит, купила шову, потеряла работу. И говорит, придут судебные приставы. Но она еще не понимала, как это устроено, что они не прям сразу придут. Младший сын, который принимал это лучше, сказала, слушай, когда они придут, скажут, что Ксюша, ты не ты, а девочек с ружьем. Поэтому все гипотично устроено, да. Вот. В общем, весело, да, живем. Но пункт такой есть. Я это знаю про детей. Мои дети имеют очень иногда необычные увлечения. Они в них очень успешны, потому что мне важно, о чем они мечтают. И если они мечтают, то ружье. Ну, значит, ружье будет. Понимаете? Ну, с ружьем вместе будет ответственность, да. У меня есть 34 пункта, которые очень связаны с моими целями, очень четко мне говорят, насколько полно я прожила сегодняшний день, насколько он двигал меня сегодня к моим целям, насколько я сегодня правильно питалась. Ну, я сейчас занимаюсь спортом, я их очень хорошо выглядеть. Я должна правильно питаться. Ты еще не правильно ела? Ты еще не сделала свой тренировок? Ты еще не учила французский? Мне нужна английский. Ты общалась со старшим сыном? С младшей дочерью общалась? Писала ли ты и так далее? У меня есть целый ряд пунктов. Некоторые вполне общечеловеческие, некоторые очень специфичные, связанные с моими целями, но которые очень четко подстегивают меня, не оказаться вот на этом этапе или выйти из него. Потому что что-то вроде как достигнуто. Вот ты прекрасно понимаешь, что это совсем не все. Абсолютно не все по сравнению с тем, о чем ты мечтала. Мне нужно двигаться вперед. Поэтому этап разочарования – это очень хороший этап вот этих маленьких шагов и вот этого оценки каждого дня. Да, сегодня всего два французских слова. Ладно, ты ехала в машине и выучила куплет из песенки ЗАС. Молодец, завтра выучи что-то еще. Я уже знаю, 27 марта, 35, если я уже во Франции, я имею в виду с голода, понимаете? Я, если что, спою. Так что да. Поэтому вот этот момент выхода из разочарования через маленькие шаги, через критерии, не план. Вы можете написать план и не сделать его. И сказать, ну вот я же не могу. Но вот эти маленькие критерии, пунктики, которые есть каждый день, которые можно оценить, и которые маленькими шажочками двигают вас. И вы знаете, действительно, вот в Бару-Мюнхгаузене этот очень здорово отражен момент. 12 часов в дня подвиг. Почему? Потому что 12 часов. Подвиг. Это не когда вам страшен какой-то подвиг. Вам уже страшно, и вы делаете это, потому что страшно. Подвиг – это когда разочарование, и нет мотивации. И ты его совершаешь на единственном основании, потому что на часах полдень. И ты идешь и делаешь подвиг. Маленький. Это очень важный такой момент, как выйти из этого состояния. Потому что если мы из него до конца не вышли, мы окажемся на следующем этапе. И там другое чувство, когда нам кажется, что мы ничего поменять не можем. Что это за чувство, когда нам кажется, что мы не можем ничего поменять? От нас ничего не зависит. Отчаяние, да? Отчаяние. Что такое отчаяние? Значит, мы ничего поменять в ситуации не можем. И тогда мы испытываем отчаяние. И когда вы предприниматели, вы наверняка, хотя бы раз, были в этой ситуации, когда будете, а я чего могу? Это такая страна, это такой бизнес, это такие клиенты, и это такие люди, это такая налоговая, и это такая ситуация. Я чего могу? Я не могу ничего. И если мы предприниматели, мы должны быть готовы, что после разочарования, или каким-то другим способом, мы в этой точке будем иногда находиться. И это очень сильная точка. Это невероятно сильная точка, потому что, знаете, из нее есть только два выхода. Один из них совершенно не конструктивный, а другой очень конструктивный. Непонструктивный какой? Так, что по большинству, они оказались в ситуации отчаяния. Не получилось. От нас ничего не зависит, и, прочим, ничего сделать не можем. И люди что говорят? Да, я не виноват. Это не я. Это страна налоговая. Мама с папой, генофонд плохой у меня. Понимаете? Мне не повезло, там, я не знаю, с женой, с местом, где я родился, с эпохой, мне вообще как-то не повезло. И виноват не я, виноват кто? Кто-то. Компания неправильную цель поставила. По-разному. Это не я. Проблемы не во мне. И вот тогда мы точно станем в результате кем? Неудачниками, да? Это самый, самый неконструктивный путь. Потому что, если виноваты не мы, а кто-то, мы считаем, что нам положены плюшки, муж обиженные. Их никто не получал, но все верят, и ходят, доказывают, насколько они обиженные, а все кругом виноваты. А любой жертве и любому обиженному никто никогда плюшек не даст, но медаль, самый главный, неудачник, они получат наверняка. И есть масса людей, которые из этой ситуации не выходят, а ходят и рассказывают всем о том, как их несправедливо обидела генетика, политика, бизнесы, экономическая ситуация в Африке и так далее. И находят себе в этом утешение. Осуждать мы их не будем, потому что когда ощущение, что от нас ничего не зависит, это вполне логично. То есть когда не зависит, зависит от других, они виноваты. Это логика. Но если мы предприниматели, мы говорим, да мы будем сплошь и рядом в ситуациях, когда нам будет казаться, что от нас ничего не зависит. Мы в таких ситуациях будем, и вы знаете, страх трансформируется в азарт, отчаяние тоже трансформируется в чувства. Она трансформируется, я бы даже сказала, в состояние. Это состояние очень важное. Я сейчас скажу, но ведь это будет не сразу понятно, я приведу пример, когда станет понятнее и лучше. Это отчаяние трансформируется в состояние, которое можно назвать смыслом. Только в отчаянии мы задаем вопросы. Ради чего все это? Кто я? Зачем я живу? В чем смысл? Вот этот вопрос, в чем смысл, если не получилось? Зачем это было надо? Мы задаем только тогда, потом к отчаянию. Мы в более нормальных периодах себе эти вопросы не задаем. И эти вопросы очень обостряются именно в период отчаяния. Это очень важно. И в этот момент, если мы их себе на самом деле задали, можно на них отвечать. И если я вам сейчас буду приводить примеры, я начну с антипримера. Хоть один из вас имеет следующую историю. Я родился в семье, где было все благополучно, у меня были мама, папа, большой достаток, я жил ни в чем себе не отказывал, у меня были лучшие учителя, со мной никогда не случались никакие неприятности, а потом я взял и стал предпринимателем, совершил великие поступки. Так не бывают. Что такое за сказка? Так не сказок не бывают. Если мы чего-то уже достигли, значит, в этом отчаянии, я точно про вас это знаю, вы хотели бы раз побывали. И как-то с ним справились. Потому что, если мы посмотрим на людей, которые действительно вызывают наш восторг, вызывают наше уважение, и оставляют в этой истории след, все они проходили через эту точку. Если мы посмотрим, я не знаю, на Стивена Хорпетера, который, он парализован и полностью, это один из великих ученых мира, который, имея тяжелейшее заболевание, тем не менее, делает величайшее научное открытие. И когда с ним это случилось, он сказал себе, я все равно на эту минимальную возможность я ее себе создам для того, чтобы следовать своему призванию. Потому что точка отчаяния, это точка, а ты тем занимаешься, ради чего ты призваешь. Вы знаете, по вопросу про призвание, я еще веду программу, она называется, ты можешь глушить, ленинг, и ко мне сейчас, как люди говорят, в чем мы призвали, расскажите, в чем мы призвали. Мне этот вопрос очень нравится, и очень не нравится одновременно. Он мне нравится, как желание найти это призвание, мне очень не нравится под текстом. Сделайте мне много анализов и тестов, и точно скажите, в чем мое призвание. Мы можем до конца своей жизни ходить и сдавать анализы, и ждать, когда нам будет этот диагноз, но нам будет уже 80 лет, все равно, как это называется, на латыни. Потому что очень важно ответить тебе на этот вопрос честно, а для этого нужно задать себе честно. Ни в чем мое призвание. А что я готов отдать этому миру? Просто так. Даже если не будет денег, даже если не будет слабо, даже если мне никто не скажет за это, что я молодец, что я готов делать просто, потому что я в это верю, я понимаю, что я, возможно, это могу делать, может быть, даже лучше других, и я точно знаю, что от этого в мире станет больше красоты, больше любви, больше счастья, больше радости, больше смысла, если я это буду делать. Если мы так себе зададим вопрос, это будет честный вопрос про свое призвание. Ответ будет про него. Это очень важно. Иногда приходится, чтобы ответить себе на этот вопрос, действительно оказаться в точке, который называется отчаяния. Я знаю очень много примеров, действительно выдающихся людей, которые именно в этой точке ответили себе на него правильно. И все, кто достиг чего-то, они не стали объяснять, кто виноват. Они задали вопрос про смысл. И если прямо сейчас, ну, мы еще пока не пережили, значит, мы прямо сейчас можем начать делать что-то, что действительно наполнит жизнь нашу и жизнь окружающую. Смысл. И мы просто это будем делать, даже если нам очень сложно. И вот это понимание смысла, понимание служения, вы понимаете, тоже в какой-то момент мы понимаем, предприниматель это не тот, кто просто устроился так, что он вот таким способом деньги заработал. Но это не предпринимательство. Предприниматель это творец. И он пришел сюда, потому что из-за того, что он здесь работает, из-за того, что он делает то, что он делает, мир меняется к лучшему. И тогда мы действительно становимся предпринимательнее. Это очень важный момент. Вы знаете, он важный не только потому, что психологически тогда мы предприниматели, а потому что сейчас такая эпоха очень интересная. Все комплективизировано, все перешло в онлайн. Клиенты онлайн. Да? Мы уже, современные люди не покупают машины, кошельки, они не покупают дома, потому что есть Airbnb, можно всегда в любой точке мира жить. Они везде с конструктором. И они передают информацию виртуальную. Мы ушли в виртуальный мир. Да, мы туда ушли. Но никогда в мире не бывает перекосов. Мир очень гармоничный. И как только мы ушли вот в этот виртуальный мир, с самой большой ценностью начинает выступать человеческое общение. Самый большой противовес тому, что случается. И больше ценности наверное нет. И сейчас, чем больше виртуальная действительность развивается, тем дороже стоит просто человеческое общение и контакт. Именно он становится бесценным. Знаете, я создавала бизнес в Сит-Кафе Здоровой Еды. И это был уникальный мой опыт. Потому что, когда я его создавала, я начинала передать марафоны, проходила эти гонки. Я постоянно с сотрудниками я понимала, ну кто мои сотрудники? Твора, экспедиторы, кассиры. Это часто молодые мальчики и девочки. Как правило, они приехали из провинции. Мне очень нравится, когда ребятки приезжают из провинции и хотят чего-то большего в Москву. Они приехали из провинции за брынцем, ну или вообще зачем-то приехали и чего-то хотят. И они еще очень молоденькие и часто у них не сформирована система ценностей. Я с ними очень много занималась. Я понимала, что если я делаю бизнес посвященный здоровому образу жизни, и эти ребятки не разделяют эту ценность, я ничего не построила, мне нужно, чтобы они разделяли. И хотя я могла просто ими управлять и даже делегировать очень часто управление уже территориальным управляющим и так далее, там шеф-поварам, я понимала, мне нужно работать над чисто человеческими ценностями с каждым в этой компании. Только тогда будет толком. Я создала такую программу, постепенно сложилась программа, она называлась программа «Человек-хелси-фуд». Хелси-фуд – это сдавок питания, название Сити-кафе. Где? Что я делала? Например, детки эти, ну, молодые ребятки, но они не прочитают вот эти толстенные книги про голубые зоны, про, там, я не знаю, что-то такое съесть, чтобы похудеть, про конец обжорства, они их не прочитают. Но я же могу изложить их на пяти страничках и сделать по ним некий семинарчик. Пока они едут на эти семинарчик, они эти семь странички хотя бы прочитают, а потом мы с ними обсудим. И я постоянно с ними проводила разные очень интересные семинары, короткие, но какие-то очень интересные темы, чем питаются на уважители, да? А что такое вообще нутриенты? А как правильно питаться, если ты занимаешься спортом? А как правильно питаться, если ты работаешь в офисе? А что такое холестеринные гидрогенизированные жиры? А что такое канцерогены? И так далее. Какие-то вещи. Как правильно питаться? Кроме того, ну, в Москве, по крайней мере, масса возможностей для всяких забегов. И я с ребятками стал проводить тренировки. Ну, мы понемножку бегали, но мы не просто проводили тренировки. Я их вела в самые прекрасные, в самые элитные в Москве магазин с дорогой спортивной обувью. И мы там выбирали кроссовки, и чтобы они точно подошли, мы их тестировали на беговой дорожке компьютерным методом. Это не очень норм купить кроссовки с отрывками. Во-первых, мы часто работаем потом. А потом мы делаем соревнования. Да, нужно встать в субботу в 6 утра и приехать в Мещевский парк. Хотя холодно, и ты работала, и тебе тяжело. Но ты в новых кроссовках, и ты пришел туда. И пробежал как мог 3 километра. И тебе дай майку, и медальку. И у них ощущения, я так вижу, больше, чем у меня при финише на гонке на гонке. Понимаете? И они абсолютно счастливые. И они начинают бегать. И многие из них сейчас уже выросли, получили профессию, обучились и перестали быть, допустим, холодовщиками, а стали юристами. Но я их встречаю на московских забегах. И они думали, боже мой, это здорово, что я работала в этой компании. Я свои детей буду по-другому воспитывать, я сам в забегах участвую, я питаюсь по-другому. Это какой-то здоровый образ жизни, то, что я с ними возилась. Мы ездили на все производства, которые более-менее это часть стандартных данных образов жизни. Я ездила с ними на органическую фабрику шоколада, в какие-то сельские хозяйства, где коротко они везут органических продуктов, они короткие милицеллины, мы смогли смотреть, как там делать из блюдаевого молока, молочные продукты и так далее. И вместе с ними очень много это проходило. И у них была очень высокая лояльность мне и бренду, и они верили. И ведь доверие это результат только межличностного общения. Когда вы общаетесь со своими приятными, со своими партнерами, только тогда возникает доверие. Но только оно что-то стоит. И в бизнесе только оно. И знаете, когда я уже сделала эту программу, я понимала, что то, насколько мои сотрудники лояльны продукту компании мне, настолько клиенты лояльны бренду. Если действительно было так, потому что приходили люди и говорили, о, это кафе «Колосовый». Одна девица аромановка убежала, она сейчас выбирала московский марафон, и она сделала эти сыженьки. Это правильно, или да? И я понимала, что это довольно весь, мне было сложно очень выходить из этого бизнеса. И потом я обнаружила интересную статистику. Оказывается, при оценке, я сейчас скажу про здоровое питание, но это на все распространяется, в 2009 году сделали исследование. Исследование было посвящено только на один вопрос. По каким критериям люди оценивают эту еду как полезную? Ну, критерии были понятны. Вид, обещание бренда, крафтовая упаковка, состав, вкус, органалитические свойства и так далее. Понятны. Цвет. Но с тех пор, прошло много времени, Макдональдс тоже стал крафтером. Все бургеры повесили полезно, вкусно, питаясь правильно. А там бургер. И это коров жила в Новый Зеландии лет 50 назад. И его много раз заморозили, разморозили, пожарили, снова заморозили, снова заморозили. Да? И уже такие вещи, как цвет, обещание бренда, вид, они перестают чем-то говорить. Потому что видеороличка нарисовалась зеленая листочка. Они ничего не поменяют по зеленой листочке в бизнес-процессах. И когда в 16-м году снова сделали такое же исследование, а на основе каких-то критериев люди оценивают еду как здоровую, 45% набрал фактор, который отсутствовал в 9-м году, доверяя тому, кто стоит за брендом. Доверяя конкретному человеку, который делает, это юрия. Но это понятно. Вот есть вам нужны кроссовки. Одни кроссовки делают юридный культюрье, другие кроссовки делают человек, который пробежал по марафону. У кого кроссовки попали? Да? То есть вот этот момент, что всегда вы поняв смысл и желая отдавать этому миру, остались очень сильными предпринимателями тогда, когда ваше межличностное общение с людьми, с вашими партнерами, с вашими клиентами, остались очень живыми. Только тогда вы вызываете доверие и эти ценности транслируете, и действительно отдаете то, что вы можете отдать самого дорогого себя и свое отношение к людям. И тогда действительно вы становитесь непобедимыми. потому, что за точкой, которая называется отчаяния, всегда стоит точка, которая называется силами мертвой воды. Если мы помним, что произошло с тем же самым Иваном, который уже везет жарптицу, золотогривого коня и Елену отцу. Сказка на этом не закончится? Нет? Он попадает в очень странную ситуацию. Братья встречают, убивают и отнимают все, что он добыл. И везут к отцу, как будто это были они. И когда Волк нахуй убитого Ивана и берет в залог вороненка, он отправляет большого уборная за двумя флаконами с мертвой воды и с живой. И сначала он убивает Ивана мертвой воды. Это очень интересный смысл. Когда мы поняли смысл, когда мы поняли про давание, когда мы поняли по служению, по своему призванию, про то, что мы сильны только тогда, когда мы верим в то, что мы делаем, нам нужно старо умереть и только после этого родиться вновь. Мы действительно должны стать другими людьми. Мы должны стать людьми, которые готовы войти в эту новую жизнь. Иногда журче, да, но более четко принимая ответы на все вопросы. кто я, зачем я здесь, в чем смысл того, что я делаю, и понимать, что большей ценности, чем помогать людям, в жизни нет. И как мы это делаем? Как предприниматели мы всегда должны отвечать на этот вопрос. Делаем мир красивее, давая свою любовь, давая свою доброту, отдавая свое общение, отдавая результаты своего труда, результаты этого бизнеса. И только тогда мы становимся не просто предпринимателями, мы становимся самыми успешными и эффективными людьми. Ставьте вам огромное. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ